Все. Расскажите несколько слов о себе. Меня зовут Юля, я из Киева, мне 33 года. Сейчас я счастливая жена, счастливая мама 2-летнего мальчика. 9 лет назад я лечилась в этой клинике. Я была наркоманкой, наркотик мой был бинт. Но помимо всего были все сопутствующие наркотики, кокаин, героин, ширка. Плам тоже курили, колеса, все вместе. Как, наверное, у всех. Она начинается сначала с легких, а потом переходит все в более сложную степень. На данный момент у меня 9 лет трезвости. После курса лечения я подшилась на 1 год сывороткой. Через год я вернулась, продлила еще себе на 3 года капсулой. И вот уже все 6 лет, сколько, 5 лет оставшиеся, уже ничего не подшиваюсь. В голове все хорошо. Как Вы попали в клинику Василенко? В клинику Василенко мы попали очень случайно. Друзья родителей, которые знали, что есть проблема такая в семье, прочитали в газете статью про клинику Василенко с необычным лечением, не с традиционным. И порекомендовали. И в один момент родители приняли решение, что все доходит до какой-то критичной точки. И, в принципе, не спрашивая моего желания, просто в один из дней словили меня во дворе, закрутили, посадили в машину и привезли сюда. Первое время я смирилась, что мне придется здесь побыть некоторое время, то есть попыток выйти у меня не было. Я просто думала, что я перебуду здесь, отдохну, вернусь и с новыми силами приступлю к своей жизни дальше. Буду жить так же дальше. Но буквально на день, не знаю, ну, наверное, десятый, одиннадцатый, а именно после второго шока, что-то в голове произошло, какой-то щелчок произошел. И с каждым днем мысли о наркотике становилось все меньше, меньше и меньше. И на момент моей выписки я о наркотике не думала совсем. Хотя было очень сложно, было очень много провокаций. Ко мне даже приезжал мой жених, ну, не жених, а, как сказать, парень, с которым я встречалась на момент употребления, он приезжал прямо под клинику, к воротам. Но мы с ним просто пообщались, и я не уехала с ним, вернулась обратно в клинику. Очень долго по приезду домой приходили ко мне домой мои дружки с раствором в готовом кармане, говорили, что получилась бомба, а ты такого еще не видел, и всячески пытались меня соблазнить. Ну, абсолютно, я даже не сомневалась, что мне сказать, да, давай, нет, ну, давай. То есть было четкое нет, и все. Месяц походили, полтора поняли, что нет смысла ходить, и перестали. Самое главное, что я могу посоветовать, это однозначно поменять, прекратить весь круг общения с бывшими своими друзьями, и поменять номер телефона. Просто раздать его либо новым знакомым, там, родителям, близким, ну, с кем вы поддерживаете отношения, несмотря ни на что. А всех старых знакомых просто одним, в один момент просто отрубить все нити, которые связывают с ними. Это будет легче. А ты помнишь, как проходило лечение? Помню, конечно, как проходило лечение, сеансы. Первый раз, когда я попала на сеанс, при том, что я приехала, я еще раз говорю, что я не знала, в какую клинику я еду, и какой метод лечения здесь, я ничего не знала. И пришел вечер, и мне говорят, идем на сеанс, ну, идем, идем. Но когда я села, выключился свет, и началось происходить то, что происходит, конечно, было безумно страшно. Я думала, что я вообще умерла, попала в какой-то ад, или в дурдом какой-то, ну, и что-то непонятное происходило. Ну, буквально 2-3 сеанса, и ты втягиваешься в работу, и ты даже уже ждешь вечер, чтобы пойти на сеанс, и там заставляют на себя, не заставляют, там получается, что ты смотришь на себя, на все происходящее, на свою жизнь своими же глазами, только со стороны, нормальными глазами. И от того, что ты слышишь и вспоминаешь, что у тебя происходило, какие моменты в жизни, становится очень некомфортно. Ну, если ты на сеансах плачешь, то это хорошо. Душа очищается, и наркотик асток кидает. Поэтому они, стоит на них ходить, и стоит максимум усилий применять. Шоки тоже, они стирают какую-то, я не знаю, как правильно сказать, медицинским языком, но я знаю, что есть, какие есть наркотики, названия, я знаю, какой наркотик готовится к употреблению, что там варится, что нюхается, что там глотается, то есть все я по теории знаю. Но как прет, вот на данный момент, я не помню. Ну, тягу, я не помню, ну, от чего какой кайф. Название, да, все я могу рассказать. А как прет, не знаю, вот, видимо, стирается от этого какая-то в голове, как она отвечает за удовольствие, за тягу и за вообще, почему мы берем наркотик. Как изменилась твоя жизнь после этого? Моя жизнь изменилась кардинально, в лучшую сторону. Опять же, говорю еще раз, что первое было сложно первые месяцы, но главное себя чем-то занять. Или больше у кого есть дети, и кто в последнее время мало уделял внимания, он посвятит себя ребенку, родителям, родственникам, друзьям. А если есть работа, то лучше заняться работой, она хорошо отвлекает. И я вот пошла на работу вместе через 2-3 после приезда домой. Появились новые знакомые, новые друзья, новый коллектив, новые интересы. И оно по цепочке как-то одно за другим, и жизнь наладилась. Потом встретила своего мужа. Муж не знает, что я здесь была, что у меня была такая проблема в жизни. Я все, что было до клиники, просто перечеркнула и перелистнула страницу. У меня все в белого листа. У нас ребенок, у нас хорошая, дружная семья. Нормализовались отношения с родителями, потому что их в последние годы в принципе не было. Вообще не было. Я могла в ночь встать в пижаме, одеть тапочки и уйти на неделю. Вот мне позвонили там 2 ночи, что есть классная вещь, приезжай. Я вставала, включала телефон, мама звонила, где я, что. Мне было абсолютно все равно и не жалко. Я даже не думала, что мать не спит и возле окна сутками смотрит, все ли нормально со мной. Иду я, не иду. Меня это абсолютно не волновало. У отца были приступы инсульта, инфаркта. Тоже. Что вы переживаете? Это моя жизнь. Что хочу, то и делаю. Живите себе своей жизнью. Вот так я отвечала. Поэтому все вернулось. Понимание, доверие, любовь. Все еще с большей, наверное, с большей силой. Но я им, по крайней мере, очень благодарна, что в тот момент они меня нашли в себе силы, возможность привезти сюда. Именно сюда. Потому что очень большой процент выздоровления именно в этой клинике. Чуть-чуть своего желания. Абсолютно, ну, совсем немного. Чуть-чуть своего желания. Работа врачей вам помогут. И жизнь начнется новая. Совсем несравнимо с той. Вы начнете научиться радоваться. Я вот научилась радоваться просто обычным вещам. Хорошей погоде, интересному фильму, общению с ребенком. В общении с ребенком тебе не заменит никакой наркотик. Ну, какой бы он там классный ни был. Ну, есть очень много вещей, которым стоит радоваться в трезвой жизни. Получается радоваться. Поэтому вот так. Хорошо. Спасибо большое.